Будущие кировские чемпионы будут расти под более пристальным надзором медиков. На базе клинической больницы номер 8 города Кирова открылось отделение спортивной медицины. Об особенностях работы нового подразделения в материале Милана Поварнициной. Его жизнь – игра. Филипп Постников занимается футболом с 4-х лет. А медицинский осмотр и диагностические процедуры – это обязательно каждый год. Он знает, малейший сбой в организме может нарушить ход всей системы. – Питание, сон и алкоголь вообще не употребляю. Просто у меня был такой период, в 2009 году, там, три сложных операции подряд за полтора месяца. И как-то, ну, задумал себя после этого о своем здоровье и немножко поменял все отношения в этом плане. Здесь за свое здоровье он может быть спокоен. В здании поликлиники номер 6 Кировской клинической больницы открылось отделение спортивной медицины. Его создание – вынужденная, но необходимая мера. Как оказалось, работа некоммерческой организации – Кировский областной врачебно-физкультурный диспансер – в последнее время вызывала много вопросов. Один из них – это взимание платы за большинство услуг. Потом преподаватели поставили перед фактом – с 1 января 2014 года плата за обследование в размере от 2,5 тысяч рублей станет обязательной. Вы знаете, наидовольство вызвало только тех людей, которые только пришли. То есть от незнания они не понимали, почему это так. Даже чтобы заверить спортивные заявки для участия на соревнованиях, тоже нужно было заплатить денежки. Слава Богу, что и наш учредитель управления спорта и здравоохранения нас очень быстро и оперативно собрали. И рассказали, что создано альтернативное учреждение, как оно работает. То есть нам дали график, нам дали все телефоны. В отделении спортивной медицины специалисты будут наблюдать за здоровьем спортсменов и физкультурников, в том числе из районов. Заниматься лечением, допуском к соревнованиям, сопровождением спортивных состязаний. Все это на бесплатной основе. Но клиническая больница номер 8 не случайно стала избранной. Сегодня это самое крупное в городе объединение поликлиник, на базе которого работает консультативно-диагностический центр. Для него закупили современное диагностическое оборудование. Есть УЗИ-аппарат, здесь, наверное, самый лучший стоит во всей восьмерке. Дальше процедурные кабинеты работают, физиокабинеты здесь тоже есть. Если нужно, например, в том числе и спортсмена, направить, который ему удобно, близко, который прикреплен. Не вопрос никакой, мы готовы здесь. И еще раз говорю, весь перечень узких специалистов. Все направлено для того, чтобы максимально обезопасить, максимально быстро выявить все проблемы, которые могут возникать у спортсменов. Также на улице Производственной работает отделение восстановительного лечения. Там находится дневной стационар. Проводятся физиопроцедуры, массаж, лечебная физкультура. А здесь отделение спортивной медицины пока работает в одну смену. Спортсмены обследования проходят долго. Однако к февралю специалисты будут работать уже в две смены. На сегодняшний день, я еще раз говорю, мы решаем сразу две проблемы. Надо четко, чтобы функционировало отделение спортивной медицины. Но с другой стороны, мы абсолютно должны развести эти потоки, чтобы население абсолютно на этой территории могло получить услугу узкого специалиста. Лор-врача, офтальмолога, невролога, хирурга. По всем вопросам, которые будут возникать у тренеров и родителей, можно обращаться либо к заведующей отделением Надежде Елькиной, либо в регистратуру отделения спортивной медицины. Милана Поварницына, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.